Следующий вопрос. Разрешено ли в сделке садом то, чтобы цена сделки была неизвестной? То есть, как это понять? Если человек говорит, заказчик приходит к поставщику и говорит, вот возьми, допустим, 300 тысяч рублей и заказываю я тебе за эти 300 тысяч рублей, чтобы ты поставил мне через 3 месяца, например, 100 тонн картофеля. Но, говорит, с условием. То, что когда ты мне картофель привезешь, то мы посмотрим, какова среднеродичная цена этого картофеля, то есть оптовая его цена. Затем сделаем 10% минусуем, а среднерыночные цены этой картошкой сминусуем 10% и на этой сумме остановимся. Это будет суммой нашей сделки или суммой нашего договора. То есть, если в итоге эта картошка получится меньше, чем 300 тысяч рублей, то ты вернешь мне сдачу. Если она получится дороже, то я заплачу тебе больше. Разрешено такое или не разрешено? Говорим то, что это является неразрешенным. Почему? Потому что это является неизвестностью, то есть гарр и является подобием азарта. То есть, когда человек не знает, что конкретно он приобретет в итоге за тот договор, который они обговорили. То есть, заплатит он 300 тысяч или все-таки 400 или все-таки лишь 200 и тому подобное. Тот же самый поставщик не знает, что он приобретет вследствие этого договора. То есть, знает то, что должен будет он привезти такое-то и такое-то количество товара, конкретно в нашем примере картофеля, но сколько и чего он за это получит, он не отдает себе отчет на время заключения сделки ассоциалами. Это является неразрешенным. Другой вопрос, если они подвешивают сумму сделки и сумму договора под рыночные цены сегодняшние. Допустим, смотрят, говорят, почему ты мне привезешь 100 тонн картошки, смотрят среднерыночную оптовую цену, допустим, на сегодняшний день и уменьшают из нее 10% или 20% и тому подобное. Исходя уже из этого, рассчитывают окончательную сумму договора. Это является разрешенным. Важно, чтобы сумма договора была обозначена конкретно и она была твердой, чтобы она не менялась в зависимости от разных рыночных спекуляций, от разных рыночных движений. То повышение цены, то понижение цены. Человек должен знать, сколько он платит и должен знать, что он конкретно за это получит. Далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!